Мы находимся на пятом этаже Дома правительства Российской Федерации. Перед нами кабинет главного человека в этом здании, премьера Дмитрия Медведева. Рядовому гражданину сюда не попасть, но для корреспондентов комсомолки премьер сделал исключение. Тем более, что в эти дни кабинет Медведева отмечает свой двухлетний юбилей. В приемной Медведева нас встречает секретарь, мужчина средних лет. Женщины такую службу не допускают. Видно, чтобы не отвлекали от дел государственной важности. Секретарь открывает нам дверь, и мы оказываемся на пороге длинного светлого кабинета. Увидев нас, Медведев встает, с улыбкой протягивает руку и приглашает к столу. В глаза сразу же бросаются несколько десятков разноцветных папок. За 5-10 минут до появления в кабинете премьера секретарь раскладывает в них документы. Это документы, которые выпускаются правительством. В том числе постановления правительства и распоряжения правительства. За все время моего последнего прихода в правительство в качестве председателя правительства было издано больше 8 тысяч таких документов. То есть, ну, очень много каждый день на столе. И это труд большого количества людей. У Медведева есть два планшетника. Оба государственные. Вспоминаю шутки блогеров о том, что Медведев во время скучных докладов подчиненных порой играет в игры. Спрашиваю у премьера, правда ли это. Это государственный планшет, который принадлежит правительству. То есть, он обслуживается правительством. То есть, игр там никаких быть не может? Нет, там нет игр. Телефонные аппараты в кабинете Медведева будто из прошлого века. Желтые, страшные. Зато обеспечивают секретную связь. Спецкоммутатор. Основной аппарат, по которому происходит соединение по закрытой связи. И прямая связь с президентом. И пульт, на который выведено абсолютное большинство моих коллег. Здесь все члены правительства. Коллеги из Госдумы, из Совета Федерации. По словам Медведева, есть в Белом доме и закрытая видеосвязь. Но ей пользуются крайне редко. После назначения Медведева премьером в его кабинете полгода шел ремонт. Обшивку из темного дерева заменили светлыми деревянными панелями с вставками из серого металла в стиле хай-тек. В тон со стенами в кабинете поставили большой белый стол для рабочих в совещании премьера и кресло, обитые серой кожей. А вот могу вам сказать по секрету, которым вы можете рассказать. Заходил не так давно один из бывших хозяев этого кабинета, но не Владимир Владимирович Кутин. Ему тоже, кстати, понравилось. А другой. Говорит, не, говорит, хуже стало. Зря ты это делал. Это, конечно, вопрос личных ощущений. Мне кажется, что вот такая атмосфера, она в большей степени располагает к работе. Дерево, золото, такие тяжелые формы. Мне кажется, что это для работы, особенно в правительстве, это лишнее. Окна в кабинете Медведева обычно всегда плотно зашторены, чтобы ничего не отвлекало от работы. Но по нашей просьбе премьер нажимает на специальную кнопку. На столе премьера стоит необычный письменный прибор с массивными бронзовыми фигурками зверей. Подарили когда-то мне такой набор. Я посчитал, что здесь должно быть что-то, так сказать, несколько оттеняющее, сухой, аскетичный стиль кабинета. И поэтому появился вот этот письменный прибор. Он, как видите, с животными, имеющими ко мне некоторое отношение, потому что это медведи. Главное в кабинете Медведева – это техническая начинка. После ремонта тут установили видеосвязь с губернаторами и пресс-центром. Компьютер у Медведева с секретом. На нем можно работать в двух режимах. Защищенным и обычным. Первый для работы, второй для выхода в интернет и просмотра новостей. Как проводите утро, когда, собственно, едете на работу? Моя работа очень часто начинается с утра в горках в моем кабинете, когда я, скажу откровенно, действительно сажусь на велосипед. И зимой, и летом. Подъезжаю как раз к своему кабинету, к тому зданию, где находится офис. И просто, честно говоря, приезжаю, иногда смотрю какие-то срочные бумаги и нажимаю по пульту, какие-то отдельные поручения даю. Прямо еще, скажем, находясь в спортивной форме. После этого уезжаю оттуда, занимаюсь спортом еще какое-то время, завтракаю, очень часто возвращаюсь, какое-то время работаю, переезжаю сюда. Или остаюсь в горках девятых, если у меня весь день, весь график построен таким образом, что у меня все совещания там. После этого завершения работы в Белом доме, это может быть в разное время, значит, может быть в 7, может быть в 9, может быть когда угодно. Я возвращаюсь домой, сейчас в основном перелетаю домой и, к сожалению, снова иду в кабинет. Дело в том, что работа премьер-министра, как, кстати, и работа президента, она специфична тем, что как это не, может быть, прозвучит банально, но она не заканчивается никогда. Мы спросили у премьера, бывает ли, что он после тяжелого трудового дня предлагает своим коллегам встретиться у себя за рюмочкой и обсудить дела в неформальной обстановке. К сожалению, до рюмочек дело очень редко доходит. У нас, конечно, бывают праздники здесь, в том числе и Новый год иногда, поздравляем друг друга, потом куда-то идем. Но что касается встреч с коллегами, то они проходят регулярно. Помимо совещаний коллеги просто заходят, и я очень часто их приглашаю попить чай или там даже что-то перекусить. Это нормально, мне кажется, абсолютно. Елена Кривякина, Евгения Гусева. Комсомольская правда. Москва.